МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Прогулочный Омик потерпел крушение в районе Некрасовского спуска. В акватории Волги прошли учения МЧС. В Самаре кандидаты в волонтеры представили свои идеи по организации проведения чемпионата мира. На сегодняшний день уже подано более 10 тысяч заявок. Не оценили. В областной столице вандалы разрушают новые остановки, установленные к чемпионату мира по футболу. И пассажиров спасти, и теплоход не потопить. В фарватере Волги в районе Некрасовского спуска утром потерпел крушение прогулочный Ом. Учение провели сотрудники МЧС. Как это было, расскажет Сергей Кизоркин. Буквально 5 минут назад мы приехали на набережную, чтобы снять осенние планы. И тут по Волге шел теплоход, который неожиданно задымился. Люди стали просить о помощи. Буквально через 5 минут на набережной оказались спасатели МЧС. Пока на пляже разворачивался штаб оперативных городских служб, в панике с полубы корабля выпрыгнули два человека. Патруль ГИМС выловил пострадавших и доставил их на берег. У Ивана Иванова сломана нога. Повредил аборт корабля, когда бросился в воду. А скажите, а как вы в воде оказались? Я испугался, было страшно. Огонь был. Я прыгнул. В воде не замерзли? Холодная вода? Холодно. Вовремя спасатели подъехали. Спасли. Оказалось, что кораблекрушение – это всего лишь сценарий командно-штабных учений МЧС. На Омике было 40 пассажиров и команда. Всех доставил на берег спасательный отряд Самары. На пляже людям оказали первую помощь сотрудники медицины катастроф. Основные травмы – перелом ног и рук, отравление от дыма. Есть там пострадавшие, потому что в дыму люди могут и чем-то надышаться, и налететь на какие-то препятствия и так далее. Катерами их эвакуировали до берега, а, соответственно, отсюда спасатели совместно с пожарными доставили в Докарет скорой помощи для врачей, которые их осмотрели, и, соответственно, часть людей в лечебное учреждение увезли, а часть людей в прибывший автобус для обогрева. Марк Гулевич ехал на Омике, как обычно, после работы домой в Ширяево, но, по легенде учений, во время взрыва на корабле получил сотрясение мозга. Я шел и ударился о потолок. Оперативный штаб Самарского областного центра медицины катастроф получил сообщение о терпящем бедствии теплоходе примерно в половине девятого утра. И уже через 20 минут шесть экипажей скорой помощи и бригады экстренного реагирования развернулись на пляжи и помогали пострадавшим. Произведена регистрация пострадавших, осуществлена эвакуация. Все пациенты распределены по больницам. В больницу Пирогова отправлено 12 человек, в больницу Середавина отправлено один ребенок. В это время на пляже уже работал оперативный штаб МЧС, полиция, поисковики и представители городской власти. По предварительным данным произошло возгорание и взрыв топливного бака. Целостность корабля не повреждена была, поэтому было принято решение осуществлять тушение пожара на плаву, то есть на якоры. Все оперативные службы сработали на твердую четверку. Подобные учения только на других видах транспорта и в жилых кварталах в ближайшее время пройдут и в других городах и районных центрах Самарской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Больше 5 миллиардов рублей налогов поступило в этом году в областной бюджет от малого и среднего бизнеса. Оборот этих предприятий увеличился. Их в области 122 тысячи, и они производят почти четверть от всей продукции региона. Развитие предпринимательства и защиту его прав в Самарской области и Приволжском федеральном округе обсудили на заседании рабочей группы с представителями Генеральной прокуратуры и областного правительства, а также надзорных ведомств и некоммерческих организаций Самарского и соседних регионов. Главные задачи сейчас снизить административную нагрузку на бизнес и создать условия для вывода его из теневой экономики. Для этого прокуратура постоянно проверяет действующие нормативы, разъясняет предпринимателям их права, решает спорные ситуации. В результате прокурорского вмешательства, если взять с июля 2015 года, в округе погашена задолженность по мерам прокурорского реагирования, по контрактам предпринимателя на сумму свыше 10,5 миллиардов рублей. То есть результат, как видите, налицо. Правительство область уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, учитывая, что он составляет основу экономики региона, оказывается помощь инновационным и производственным предприятиям, производится гарантийная микрофинансовая поддержка. Наследие волонтерской программы «Мундиаля» на пользу общества. В Самаре прошел семинар, на котором кандидаты в волонтеры представили свои идеи для всероссийского конкурса. Он был объявлен 20 октября в Сочи на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Тогда же официально стартовал прием заявок, который продлится до 8 ноября. Проекты разработаны для проведения Чемпионата мира по футболу и касаются всех сфер жизни. Это оформление города, здоровый образ жизни, культура, спорт, туризм. Участники конкурса смогли получить консультации экспертов. На сегодняшний день уже подано более 10 тысяч заявок. Проект называется «Засветись на Чемпионате мира по футболу». Мы предоставляем устройство, маячок по обеспечению безопасности пешеходов, то есть наших гостей и жителей нашего города в темное время суток и при плохих погодных условиях, если таковые будут, летом 2018 года. То есть во время прогулок вечером, во время мероприятий. Вот такой вот у нас есть опытный образец, который у нас светится. Мы надеемся, что каждый участник нашего чемпионата получит такие маячки и будет их использовать. В дальнейшем они заполнят заявки и после 8 ноября будет произведена экспертиза проектов, определятся финалисты, которые в начале декабря отправятся в Москву для участия уже на федеральном этапе. Соответственно, мы очень рассчитываем, надеемся, что самарские ребята составят достойную конкуренцию на федеральном уровне и будут представлены качественными, яркими, интересными проектами. Город готовится к чемпионату мира по футболу по всем фронтам. Остановочные павильоны не исключение. Самарих обновляют. Старые, ветхие и аварийные меняют на стеклянные. Новые остановки появились на въездах в город. Но оказалось, не везде самарцы ценят перемены. Лариса Шалафаст продолжит тему. Новую остановку напротив одного из торговых центров города установили две недели назад. Но самарцы такого обновления не оценили и оставили здесь внушительную вмятину. Теперь, чтобы вернуть остановке первоначальный вид, нужно снова выделять средства и проводить ремонт. На данном остановочном павильоне сломали лайтбокс с символикой чемпионатами, который обойдется, ремонт обойдется примерно порядка 7 тысяч рублей. В течение лета в Самаре установили 88 новых остановочных павильонов, из которых вандалы повредили уже 20. Больше всего в Кубушевском районе. Теперь муниципальное предприятие будет заключать контракт с подрядчиком, чтобы отремонтировать все остановки до начала зимы. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре на Волге нашли нефтяное пятно. Информация об обнаружении пятна с радужной пленкой в районе острова Зелененький поступила в управление Росприроднадзора. На место происшествия выехала группа специалистов. Они установили, что пятно находится ближе к Самаре, в районе спуска лейтенанта Шмидта. Отобраны пробы воды для определения состава и концентрации загрязняющих веществ. На два месяца арестованы злоумышленники, которых подозревают в похищении молодой женщины с целью выкупа. По версии следствия, летом мужчины с силой усадили в машину девушку, увезли ее в лесопосадку. Там они забрали потерпевшие наличность и сняли более 200 тысяч с ее карты. А потом потребовали выкуп полтора миллиона рублей, пригрозив убить всю семью. Девушка пообещала перевезти деньги, как только вернется домой. Оказавшись на свободе, она обратилась в полицию. ДТП с участием общественного транспорта произошло в районе дома номер 256 на улице Промышленности. Из-за аварии движение транспорта на некоторое время встало. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил трамваю, что привело к столкновению. После этого вагон несколько метров протащил иномарку и ударил об столб. В результате случившегося никто не пострадал. Детская поликлиника на улице Молодежной в Самаре возобновила свою работу. В декабре прошлого года ее закрыли из-за угрозы обрушения. За это время была проведена экспертиза технического состояния здания. По результатам обследования здание призвано ограниченное работоспособным. Администрация поликлиники совместно с представителями Министерства здравоохранения Самарской области приняла решение о возможности его эксплуатации. 5 ноября все самарцы смогут поучаствовать в забеге, который пройдет ко Дню Народного Единства. Участники будут стартовать в районе полевого спуска от памятника князю Григорию Засекину, основателю города. Это будет уже третий подобный марафон. Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций. 2,5 километра, 10 километров и для самых выносливых более 20 километров. Музеи и дети. В Самаре проходит конкурс с таким названием. Ученики лицея информационных технологий уже доки музейной работы. В этом году они отметили 75-летний юбилей дважды Героя Советского Союза маршала Павла Рыбалка. Про историю которого они и собирают документы и артефакты. Проводят уроки мужества. Больше 200 жителей Куйбышевской области воевали под его началом. Восьми из них стали дважды Героями Советского Союза. Музей уже более 40 лет. Экспонаты собирали по крупицам у ветеранов. Начиная от фронтовых ложек и планшетов до военной формы танкистов образца Великой Отечественной войны. А последние привезли из поисковых экспедиций, где воевала 3-я гвардейская танковая армия. Мы совершили такие экспедиции в город Волгоград, где проходила Сталинградская битва. Далее мы посетили Старый Оскол, Прохоровка, Белгород, где проходили бои и где участвовала 3-я гвардейская танковая армия «Рыбалка». А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. В областную столицу на перевоспитание со всей России Самарская область стала экспериментальной площадкой, где начал работать правительный центр для впервые осужденных. В тесноте да не в обиде учеников аварийной 46-й школы распределили в школы по всему микрорайону. Гагаринские и Металлурговские подружились. Слухи о конфликте лебедей, перевезенных из парка Металлургов в парк Гагарина, не подтвердились. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова